Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, третий сезон, где мы говорим об истории Британии. Сейчас мы продолжим сказать об историческом контексте, об обществе, в основном об экономике Донормандской Англии. Я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на сайте Патрон, где вы можете подписаться на ежемесячные пожертвования, если у вас есть возможности и желания поддержать этот проект. Подписывайтесь, присоединяйтесь на сайте patron.com, касая VAL-KHO-KHLOV, а также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который так называется Well, Похлоп. В прошлый раз мы говорили о структуре ранее английского общества, в целом ограничиваясь где-то с событиями до середины или даже конца восьмого века. Но Донормандский период в истории Англии можно условно разделить на две части. Это до нашествия викингов в середине девятого века и после него. И вот как раз сейчас мы поговорим о втором периоде, то есть после нашествия викингов. И это в основном, конечно, 10-й, начало 11-го века. Рассматривая эволюцию английского общества с 6-го по 11-й века, Стентон, который является моим основным источником для этой части цикла, указывает на вполне четкий тренд перехода от общества свободных крестьян, не имеющих никакого господина, кроме короля, и живущих в условиях публично-правовых отношений и общегражданских повинностей, к сообществам мануаров, состоящих из землевладельцев и крестьян-арендаторов, живущих в условиях приватно-правовых отношений и двусторонних договоренностей. Это, пожалуй, самая важная характеристика исторического развития не только Англии, но и всей Западной Европы в раннем Средневековье. Об этом в начале 19-го века еще писал Гизо, и много мы об этом говорили в первом сезоне цикла, когда речь шла о становлении феодализма и особенностей этой системы отношений. Почему общество менялось в таком ключе? Нот Стентон считает, что особенность системы открытых полей, ее достаточно низкая продуктивность в раннем Средневековье, делала христианские хозяйства неустойчивыми к внешним катаклизмам. Это могут быть и неурожаи, и какие-то стихийные бедствия, это могут быть и нашествия завоевателей, бандитов, разбойников. Вот любая, по его словам, банда разбойников могла быстро разорить и вернуть в нищету христианское хозяйство. Ну, а, конечно же, нашествие Великой Языческой Армии, это вот вторая половина IX века, как раз было таким событием в масштабах всей англо-саксонской Англии. Следствием этого Стентон видит вынужденный, ну, вследствие разорения, а также добровольный в поисках защиты, переход свободных крестьян-керлов в разряд арендаторов крепостных к крупным землевладельцам-лордам. Юридическую процедуру становления феодальной системы в Англии мы обсуждали в прошлый раз, я напомню, это вот как раз Bookland, связанная с ним передача значительной части рычагов публичной власти в частные руки крупных землевладельцев, это было оформлено в виде издания королевских хартий, разумеется, и вот такими лордами, которые получали Bookland, могли быть и епископы, и апаты, но в первую очередь Стентон выделяет тех, кого он называет кисит, приближенные короля, а по-латыни их называли Комес, то есть графы, ну а далее также появляются Олдермены, как управляющие большими частями регионов, кстати, вот латинский аналог Олдермена, это префект. Значит, самым важным документом той эпохи, имеется в виду 10-11, начало 11 века, для нас является документ, который называется по-латыни Rectitudines Singularum Personarum, ну или для простоты его называют еще просто Rect. Вот это сборник правовых обучаев и взаимоотношений лорда и крепостных. В английском маноре, вероятно, 10 века, ну, возможно, документ создан в самом начале 11 века. В этом документе мы уже находим некоторую структуризацию крестьянского сословия, в котором выделяют, значит, следующие, как бы, части. Это генитас или гениатас, ну, скорее всего, гениты их можно назвать, приближенные лорда. Это крестьяне, это сословие крестьянское, но это приближенные лорды, его компаньоны, они несут наименьшие крестьянские повинности, но должны охранять лорда, его конюшни, ездить по его порочениям и тому подобное. Далее, Codcetla. Это слово, вероятно, связано со словом cottage. Это крестьяне, которые арендовали часть земель и должны были работать на лорда. Но это по этому документу, по РЭКТ, это один день в неделю, а в августе, то есть в момент уборки урожая, три дня в неделю. И еще одна часть крестьян их называли гебурас, ну, то есть гебуры. Это тоже лично свободные люди, но их барщина, ну, я условно говорю, барщина была тяжелее. Это было два дня в неделю, а при уборке и при пассивной весенний период, это даже три дня в неделю. Плюс они платили и натуральную повинность, ну, вот условно, оброк. И, скорее всего, это было связано с тем, что первоначально лорд давал им имущество для обеспечения их домохозяйства. То есть они приходили на землю, они получали уже, возможно, дом с некоторым утварью и скотиной. Например, они получали два вола, корову, шесть овец, семь акров земли и домашнюю утварь. Вот это, как бы, они получали для подъема своего хозяйства, и взамен они должны были нести более тяжелую повинность, чем кот сетла. Значит, кроме этих лично свободных крестьян, в английском обществе определенно также были и рабы. Хотя рект их не выделяет, но из позднейшего источника, вот знаменитой «Думсдейбук», мы видим категорию вольноотпущенников, которые назывались «Колибери», и, собственно, рабов, которые назывались «Серви» и «Анкилле». Или «Анцилле». Значит, сама «Думсдейбук», ее переводят часто как «Книга судного дня». Это источник конца XI века. Она была составлена в 1086 году в правлении Вильгелия Мозавоевателя и представляла собой перепись населения, овладения и имуществах в королевстве Англии. Она написана по латыни и имеет сильные следы северо-французских, нормандских правовых традиций и терминологии. И в результате среди историков нет консенсуса о том, как соотносятся термины из «Рект» и позднейшие термины из «Думсдейбук». В частности, ключевым является вопрос смысла термина «Виллан», который в северо-французском контексте означал, собственно, крепостного христианина. Возможно, в него были включены все прежние «Гебуры», «Колибери», но непонятно, как обстояли дела с «Коцэтлами». В «Думсдейбук» есть термины «Бардарии» и «Каттарии». Ну, «Каттарии» скорее всего от «Коттедж», а «Бардарии» — это пограничная какая-то земля, видимо. Но непонятно, имели ли они разную правовую позицию или отличались по размерам земельного надела, но в любом случае «Каттарии» скорее несли более легкие повинности и были ближе к «Коцэтла» в «Рект». Также в «Думсдейбук» есть еще класс такой, который называется «Ред Найтс», который может быть соответствием генитов, как приближенных лорда его людей, посыльных стражников, но не людей благородного сословия, естественно. Значит, вопрос классификации здесь очень важен, потому что нужно понимать причины, по которым пропорционально происходит увеличение числа «Вилланов» в «Думсдейбук», где они составляли порядка 38% населения Англии в 1086 году, тогда как «Каттарии» и «Бардарии» вместе составляли около 32%. Связано ли это с чисто терминологической причиной? Ну, то, что составителем «Думсдейбук» сам термин «Виллан» был ближе, понятнее, привычнее, и они объединяли туда всех крестьян-арендаторов. Либо же это связано с тем, что действительно социально-экономические последствия нормандского завоевания и последовавшего передела собственности включали разорение многих крестьянских хозяйств и переход их в формат более тяжелой зависимости от лорда. Вот это вопрос довольно важен, но ответа на него по всей видимости нет. Значит, владения лордов в «Думсдейбук» описывались также достаточно неоднозначным термином «Манерия». Это множественное число от «Манериум». Но Стэнтон считает, что слово само заимствованное, «Манериум» — это латинское слово, и французский аналог — это мануар. Но использовалось оно для обозначения сущности, которая уже существовала до нормандского завоевания. В основном эти «Манериум» строились на базе сельского поселения. Возможно, это наследие Виллы как раз. Но, однако, были и «Манериум», которые включали множество разбросанных географических поселений. Но в большинстве «Манерий» был главный дом — «Хифот Ботул». Но это не только место жительства лорда и обслуживающая его инфраструктура. А это также некоторый такой институт власти, то есть публичное заведение про образ будущего феодального замка. Если брать королевские земли, там существовала иная терминология. Они делились на финансовые и юридические единицы, называемые «кинингэстон». Буквально «королевское поселение». Это термин, но как бы англосаксонский, а по-латыни писали «регия вилла». То есть «королевская вилла». То же самое, смысл абсолютно тот же самый. Значит, жители этих поселений — это были крестьяне, которые несли повинности непосредственно в пользу короны. Интересно, что в 1066 году размеры этих королевских владений были весьма обширны, хотя и Вильгельм Завоеватель, и его приемники активно дарили такие земли своим приближенным для укрепления своей власти в Англии. Ну, не дарили, скорее всего, давали в виде бенефиций, то есть феодов. Кроме того, и до и после нормандского завоевания существовали обширные церковные земли, которые англосаксонские еще короли в свое время подарили аббатствам и диоцезам. Землевладельцы в Рект именуются тенами. И Стэнтон считает, что это слово заменило более ранние термины «гезит». Значит, термины это явно указывали на принадлежность к знатному сословию. То есть, вот это однозначно, вот крестьяне отдельно, а вот тены, гезит и так далее, это уже знатное сословие, которое, ну, абсолютно имело другие правовые права и обязанности. Значит, вира за таких людей была установлена в размере 1200 шиллингов, а дети наследовали сословное состояние своих родителей. Но, тем не менее, вот тены, это все-таки похоже, что не было титулом. То есть, это было обозначение сословия, но это не титул в том смысле, в котором мы используем титулы герцог или граф или барон. Значит, тенами называли знатных людей различного состояния, поскольку их земли до 1066 года обычно делились между сыновьями, то некоторые из тенов были, ну, чуть богаче обычных крестьян. Ну, буквально вот такие же примерно по богатству, а другие тены были реально вот такими магнатами, имеющими огромные земли и по могуществу и власти, они были сравнимы с континентальными графами. Значит, само слово тен изначально обозначало человек в услужении кого-то, тогда как гезид значило компаньон. То есть, вот гезид это личная связь дружинника, скорее всего, в германской дружине и вождя дружины. А тен это уже служебные обязанности. Значит, первоначально тены были в услужении у королям. Это его посланники, доверенные помощники, они стояли во главе королевских вилл и тому подобное. Самые богатые из них составляли основу королевского войска. Ну, помимо, собственно, ближней дружины, то есть, хускерлов. Но это уже появляется в 10 веке. Значит, большинство тенов владели своей землей как аллодами, то есть, на правах полной частной собственности, получив эти земли в дар. И они тогда были вольны сами выбирать себе господина, а также передавать земли по наследству. Но одновременно мы наблюдаем в 10 веке появление тенов, которые держат земли от своего лорда. Примерно как феоды. И вот они не могли передавать или продавать такие земли без согласия своего лорда. В начале 11 века Кнут Великий постановил, что наследники его тенов, принимая наследство, должны предоставить королю двух оседленных и двух неоседленных коней, два меча, по четыре копья и щита, шлем, нагрудный доспех и 50 золотых денариев короля Офы. Это вот удивительным образом напоминает обязанность релиф, о которых мы говорили в выпусках, посвященных феодальному праву. Еще один пример построения феодальной системы мы также видим в том, что у наиболее богатых и могущественных тенов появляются собственные тены в услужении. И вот мы уже это вполне определенно видим в 11 веке. Между тенами происходит большая дифференциация. Думстейтбук упоминает, что в 1066 году в Букингемшире земельный участок не более 3,5 хайдов был разделен между четырьмя тенами, которые служили разным лордом при этом. То есть экономически такие тены мало чем отличались от генитов, от крестьян. Но юридическая разница в сословном положении, конечно, была колоссальна. Стентон также пишет, что с середины 10 века концентрация больших земельных наделов в руках небольшой группы наиболее знатных семейств стала угрожать независимости и самостоятельности остальных тенов. Хотя юридически все тены были равны, но экономические силы привели к появлению магнатов, которые были куда богаче и имели гораздо большее влияние в судах широк. Могли выставить большее войско. И вот меньше тены поэтому шли к ним в услужение. Значит, вот формат, как это происходило, в Думсдайбук назван по латыни «комендатио». А это слово тоже мы встречали в выпусках номер 16-17 первого сезона, где речь шла о феодальном праве и о механизме перехода аладиальной собственности в бенефициарную, то есть в феодальную. Как и на континенте в Англии, это сопровождалось церемонией принесения аммажа и фуа, ну их аналогов скорее. И также сеньор и вассал имели взаимные права и обязанности, то есть это был феодальный контракт. Это уже все было в Англии к правлению Эдуарда Исповедника, то есть еще до нормандского завоевания. Значит, с 8 века мы также видим систематическое употребление титулов высшей знати, которые, однако, имели первоначально такой же смысл, как и в Римской империи. То есть вот олдермены, они соответствовали титулу дукс, то есть герцог. Они управляли регионами, бывшими королевствами Египтархии, но сам этот титул не передавался по наследству, то есть это был все-таки титул как вот чиновника скорее. Значит, пример. В Мерсии, как вот в прошлом выпуске я говорил, был олдермен Эссекса. То есть первоначально был король Эссекса, потом подчиненный король Эссекса, а потом олдермен-дукс. Вот такая была эволюция титула. А после того, как сама Мерсия вошла в Эссекс, мы уже видим титул олдермена Мерсии. И вот в 10 веке мы встречаем олдермена в Мерсии, Нортумбрии, Восточной Англии, то есть очень больших частей королевства. В правлении Кнута Великого в начале 11 века совершается терминологический переход от олдермена к эрлам. Но, видимо, это чисто языковое явление, потому что ни функции, ни география не изменилась. И в первой половине 11 века было 4 эрла в Нортумбрии, Мерсии, Уэссекса и Восточной Англии, которые, в общем-то, соответствовали прежним олдерменам. Но уже в правлении Эдуарда Исповедника, то есть в середине 11 века, происходит важное сущностное изменение. Дети эрла начинают наследовать своим отцам. Мы видим, что эрлу Водвину в Уэссексе наследует Гарольд, будущий король Гарольд II. Эвлу Леофрику в Мерсии сначала его сын Эльфгар, а потом Эльфгар его уже, соответственно, сын Эдвин. Вот это примерно соответствует тому, как в каролинское время графы из сменяемых чиновников стали наследственными феодалами. И это произошло на жизни одного поколения в середине 9 века. Ну а вот в Англии это было в середине 11 века. То тоже очень быстро все произошло. Значит, в правление Кнута Великого вся Англия была условно разделена на 3 мегарегиона по применимому праву. Это земли права Уэссекса или западных саксов. Туда входили Кен, Сассекс, ну и, в общем-то, все земли южнее Темзы. Значит, далее были земли права Мерсии. Это земли селернее Темзы, от Оксфордшира до Чешира, туда на запад, на северо-запад. И были земли права Данов или же Данлоу. Туда входили на юго-востоке Эссекс и Миддлсекс, то есть это примерно к северу от Лондона. Далее Букингемшир, восточная Англия, пять Бора и Йоркшир. То есть это вот как бы весь север, северо-восток, восток и часть юго-востока. Значит, Уэссекс и Мерсия в правовом отношении отличались не очень сильно. Не имели больших таких существенных различий. А вот различие между англосаксами и англоданами, это стало ключевой линией раздела Англии в 10-11 веках. В самом Данлоу четко различались четыре региона, каждый из которых имел свои особые правовые обучия. Это Нортумбрия, это пять Бора, куда входил с северо-восток Мерсии Ширы, Линкольна, Ноттингема, Дерби, Лестера, Стэнфорда. Далее это был юго-восток Мерсии, то, что называется Средняя Англия, Миддлсекс и Эссекс, земли с северо-востока от Лондона. И, собственно, восточная Англия. Вот это четыре части. Итак, Нортумбрия, Пять Бора, юго-восток Мерсии и восточная Англия. Даны привнесли некоторые новые термины, например, вейпентейк или вапентейк. Этим обозначалось собрание общины у скандинавов, а в Англии также стал этим словом называться административный округ, на территории которого это собрание решило суд. И вот на территории Пяти Боров, то есть на северо-востоке Мерсии, деление на вейпентейки стало устойчивым. Тогда, как в Йоркшире, например, в Думсдейбук упоминает обычно сотни, но один раз упоминает вейпентейк. А в Нотхэмптоншире один и тот же район пять раз назван вейпентейк, а три раза назван сотни. То есть это одно и то же, в общем-то, по сути, только термин разный. Даны также существенно изменили систему открытых полей. И они перешли от хайдов к Логсленд. Ну, скорее всего, это единица от слова плуг и примерно та же, что и архаичный слун в Кенте. А сначала надел земельный, который можно было обработать восьмеркой валов. Вот среди крестьян в Дейнлоу было много тех, кого называют сокеманни. И вот этот термин, видимо, подобен код Сепла. Это лично свободные люди, не имеющие тяжелой экономической зависимости от лорда, но подлежащие юрисдикции его суда. Таких людей было довольно много в Нортумбле и в Пятиборо. А в Восточной Англии, наряду с ними, было еще довольно много других крестьян, которых в Духсдайбук называют liberi homines, то есть свободные люди в переводе с латыни. Сам вот термин сокмен. Вероятно, происходит от устойчивой юридической формулировки SEC and SOC. А позднее это трансформировалось в SEC and SOC. И примерно это означает SEC это суть иска, а SOC это поиск суда, в юрисдикции которого данный иск может быть рассмотрен. Вот такой суд могли вершить знатные люди, Эрлы или Холды. У данных Холд был титулом знати, ну, наверное, примерно как ТЭН. Значит, это была главная дорога к вытеснению публичного права в приватном, то есть к феодализации. Но параллельно сохранялся еще механизм судов общины в городах, где в правлении, например, короля Эдгара, это конец 10 века, было установлено, что бург-гемот, то есть собрание жителей города должен был собираться трижды в год. А в начале 11 века есть упоминание о бург-витанах, об особом городском праве бург-рихте. Еще до нормандского завоевания коллеги из 12 городских судей существовали в Честере, Линкольне, Стэнфорде, вероятно, они также были в Йорке и Кэмбидже. Здесь вот мы встречаем термин «бург», он, наверное, имеет более явную скандинавскую коннотацию, но значит, это то же, что у всех кермансов бург-укрепленное место, крепость. И понимание бурга-укрепости появилось в Англии, начиная с правления Альфреда Великого. А вот в более раннее время и в более позднее также существовал термин «боро». Это термин, имеющий тот же корень абсолютно, но уже такой англосаксонский. И это более древнее слово в Англии, то есть отделилось оно на более раннем этапе от германских языков. И оно в Англии обозначало поселение и административную единицу с центром в этом поселении. Значит, ну и вот кроме того, для наиболее и наиболее важных городов еще использовалось слово «порт». Вот отрывок из указа короля Этельстана, из которого можно судить об относительных размерах и важности английских городов в первой половине десятого века. Мы объявляем, что во всем королевстве будет единая чеканка монет. И монетные дворы будут только в портах. За чеканку фальшивой монеты будут отрубать кисть руки. В Кентриберре будет семь чеканщиков, в Родчестере три, в Лондоне восемь, в Винчестере шесть, в Льюисе два, в Гастингсе один, еще один в Чичестере, в Саутхэнтоне два, в Оренхэме два, в Дорчестере один, в Экзотере два, в Шефтсбери два, во всех прочих бургах по одному. Более чем сто лет спустя, в 1042 году в правлении Эдуарда исповедника был также составлен в список городов с числом изготовителей монеты. Выглядел он следующим образом. В Лондоне было изготовителей монеты более 12, в Йорк десять, в Линкольне и Винчестере девять, в Честере восемь, в Кентерберре и Оксфорде семь, в Тетфорде Глостере и Вустере шесть, и вот по оценкам Тейта в середине одиннадцатого века население Йорка было не менее восьми тысяч человек, Норвича и Линкольна не менее шести тысяч шестисот, Тетфорда четыре тысячи семьсот пятьдесят, Ипсвич около трех тысяч, Оксфорд три с половиной тысячи человек. Лондон безусловно был самым большим и важным городом Англии уже от то время. Стентон пишет, что в отличие от всех других городов в нем Тены составляли отдельную группу населения, тогда как в прочих городах их отдельно выделяли. Потому что в Лондоне собственно Тенов людей знатного сословия было довольно много. В Лондоне функционировало городское собрание Фолкмут, которое трижды в год созывалось недалеко от собора Святого Павла. Оно же было высшим судом и только этот суд мог изгонять человека объявлять его вне закона. С конца десятого века в Лондоне был также хастинг или хустинг суд по гражданским и торговым делам, который созывался раз в неделю. И наконец для решения более мелких дел были еще так называемые уордмуты. То есть они решали мелкие споры и выносили наказание за мелкие правонарушения. Ну а уорд это территориальная единица, на которую делились большие города. Типа такого микрорайона. Вот в Лондоне их было 24, а также известно, что к моменту нормандского завоевания на уорды делились города Йорк, Кембридж, ну и видимо некоторые другие. Вот в общем-то все, что я хотел сказать, сделав такой обзор состояния общества, хозяйства в до нормандской Англии в 10-11 веке. На этом эту часть цикла мы заканчиваем. Я еще раз напоминаю вам о том, что у меня есть страничка на патреоне patreon.com касая v-i-l подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-v подписывайтесь на мой канал в YouTube, оставайтесь на этом канале, всего вам хорошего и до новых встреч, до свидания. Спасибо.